Друзья, мы ждем вас в телеграм-канале Андрея Верникова. Давайте зарабатывать деньги вместе. Ссылка на канал в описании ролика. Так, друзья, день добрый. Ну, мы уже в эфире. Не уверен, что в фокусе, но в эфире точно. Значит, вы знаете мое мнение по поводу доллара? По-моему, мы с января говорим, что новая реальность, диапазон 78,74. Ну, интересно, что думают другие эксперты. Сегодня шурую по Москве метро Смоленское и вижу экономист идет Дмитрий Адамидов. Ну, конечно, я его спросил. И про доллар, и про ВТБ. Это такое интервью, незапланированное, случайное интервью. Ставьте лайки, если вам нравятся такие веселые, незапланированные интервью. Формат такой интересный, веселый. Так, день добрый. Добрый день. Никто не поверит, что мы случайно встретились? Мы абсолютно случайно встретились. Абелев тут ни при чем. Абелев тут ни при чем, да. Потому что я писал Володю Левченко, и сказали, что... Ну, что же, случайно на Киевском. Сказали, нет, эта встреча была... И почему ты не подготовился, Верника? Почему у тебя это оборудование хорошее? Верников прекрасно подготовился. Он развернул студию буквально за две минуты. По поводу рубля. Вот сегодняшний у вас пост в Телеграм-канале, я понял, что надо готовиться к горкам. Да, и где-то не то, чтобы даже мое мнение, я бы сказал, это уже общее мнение на рынке среди, ну, так вдумчиво осмысляющих это дело людей. По той причине, что рынок стал узкий, мелкий, и если кому-то разрешают выйти или разрешают войти, это может привести к достаточно непредсказуемым последствиям. Опять же, ЦБ, ну, он любит аттракционы, конкурсы, и поэтому сегодня он устроил конкурс от 83 вниз. Я не удивлюсь, что через недельку уже вся лента будет полниться гуру, который открыли по 83,3, но вы им не верьте, я думаю, что никто не открыл. Вот Верников, например, не открыл, и говорит, не будет даже, я тоже не буду. Я только сказал, что в середине апреля жду коррекцию, и все. Ну вот. А не значит, что я буду такую святую вещь, как доллар, продавать? Ну вот видите, коррекция, правда, пришла слегка раньше, но это опять же... И посмотрим еще. Да-да-да, безусловно. Ну, а какие-то границы этих диких колебаний можно определить, или это все гадание на копейной гуще? Вы знаете, границы это объемами, определяется только объемами. Я думаю, честно говоря, что если у нас в прошлый раз было от 120 до 50 мы гоняли, то сейчас будем гонять от 80 до 60. Но не дальше. Я очень удивлюсь, если будет 50 или там 90. 90 удивит? Да-да. А вот в чем говорят в сообществе, в чем причина такого турборалли? Ну, сообщество не думает о турборалли, оно думает о на самом деле спекуляциях в облигациях, им все равно, в общем-то. И страдает по поводу золотых облигаций, которые то ли подорожали, то ли нет. То есть у сообщества гораздо более прозаичные интересы, но, честно говоря, турборалли, ну, вы знаете, к этому надо относиться как к аттракциону. У нас мало развлечений, если честно, ну, там Сбер порос, ну, ВТБ всех обманул, ну, какие-то вот это все мелочи. А вот доллар это такой древний и красивый обычай, то он на 83, то он на 63, то он опять на 80. Ну, то есть, мне кажется, к этому надо относиться как к шоу. Ну, и, естественно, на все подряд не открываться ни вверх, ни вниз. То есть, вы думаете, вероятный диапазон, вероятно, 80-60? Да, рабочий. Рабочий. То есть, в этом диапазоне может быть абсолютно любое значение, в зависимости от того, сколько денег соберет Минфин, какое будет настроение в ЦБ, разрешат ли кого выпустить еще. Потому что я все-таки почему-то считаю, как старый нефтяник, что все-таки это Шелл во всем виноват, потому что он решил выйти, а за ним там еще пристроилась Зара, там, ну, вот всякие такие, какие-то помельче. И если, допустим, еще кому-то либо разрешат выйти, либо войти, индус какие-нибудь что-нибудь купят, ну, мы можем мы изгонять и на 60, если они начнут рубли менять, там, как ни в себя, для покупки каких-то активов. Поэтому здесь, ну, это же не узнаешь никогда, это узнаешь только по факту. А вы не предлагали сейчас спекулировать? Нет, я предлагал спекулировать, я предлагал просто делать с удовольствием, то есть не на большие суммы и сразу пропивать, чтобы если заработал, сразу пропил и получил удовольствие. Ну, или отдохнул куда-то съездил. Хорошо, если начнется укрепление рубля, не повлияет ли это негативно на индекс московской биржи рублевой? Я думаю, повлияет, более того, и московской бирже, ну, именно рынку акций сильно не хватает вообще любых событий, поэтому им строго говоря, что не случись. Как в свое время шутил Виктор Герасченко, он рубль из-за жары подорожал или подешевел, то есть, ну, поэтому в московской бирже, понимаете, у нас крайне мало инструментов, нам скучно. И поэтому мы готовы и в Сберии лезть, ну, и до последнего, и, в общем-то, и ВТБ покупать. Вот сам купил ВТБ зачем-то. А вот про ВТБ расскажите, зачем вы купили и почем? Нет, ну, ВТБ я покупал, там, по-моему, 1,7-1,8, ну, то есть я еще пока, по-моему, 1,7. Запад просто все есть, да? Ну, он такой, да. Ну, исключительно по причине того, что сектор переоценят, потому что если деньги печатают, они, соответственно, оседают так или иначе в банках. Ну, это либо средства физических лиц, либо юридических, либо что-то купили. И рано или поздно даже ВТБ должен задвигаться, а ВТБ, в него никто не верит, но это как раз чуть-чуть можно взять. А чуть-чуть это на сколько вы? Два конца или четыре будете ждать? Или сколько вы будете ждать? Народного IPO буду ждать. Нет, шучу, конечно, но вы знаете, если он 2,5 копейки будет, наверное, у меня жадность сыграет. То есть я не думаю, честно говоря, что он там будет 5 копеек, потому что все-таки, несмотря на всю мощь ВТБ, это пока выглядит невероятно. Понятно. А вас отчетность не испугала сейчас? Отчетность? Ну, она у него традиционно плохая. То есть если бы это было что-то особенное, то, наверное, бы испугала. Но ВТБ это как, он как, он не единорог, но как в единорогах инвесторов это не смущает совершенно никак. Ну и тут, наверное, не надо смущаться, потому что последняя хорошая отчетность у него была перед IPO. Ну, я утрирую, конечно, но... То есть ВТБ, он не склонен к этому. А плюс, понимаете как, если все-таки нас ждут, но сравнительно без рисковых лет, без плохих активов, ВТБ перестанут эти вот госзадания отгружать с какими-то токсичными историями. А нас ждут такие года хлебные? Ну, даже если они будут не хлебные, а просто спокойные. Нас ждут покойные года? Ну, если. Если. То, в общем-то, ВТБ ничто не мешает как-то это все переварить, потому что самое-то интересное, что несмотря на вообще все сложности, они как-то все-таки зарабатывают и...